приветствую друзья на связи андрей шариков сегодня у нас 1 октября и мне хотелось бы сделать обзор того что происходит с курсом криптовалюты призм вот сейчас мы с вами видим график изменений курса криптовалюты призм начиная с 2017 года вот буквально 19 мая семнадцатого года курс составлял 1 доллар 17 центов и в общем то практически весь семнадцатый год курс конечно колебался но держался более-менее таком на одинаковом уровне в районе одного доллара были такие мощные всплески как мы видим которые с тех пор до не достигались ни разусь дальше смотрим где-то летом восемнадцатого года курс начал падать и осени восемнадцатого года то есть это два года назад получается курс закрепился и в общем то на протяжении целого года курс держался более-менее постоянно на уровне где-то 10 20 центов но вот был правда такой всплеск весной девятнадцатого года вот 30 35 центов и в общем то вот до осени девятнадцатого года курс был такой а вот год назад осенью девятнадцатого года начался достаточно мощный рост я сейчас изменю масштаб графика чтобы лучше было видно переключу на годовой график чтобы можно было посмотреть и вот как раз мы видим что в октябре девятнадцатого года прямо в гору попер курс конечно это вызвало очень большой ажиотаж у сообщества призм да конечно все радовались такой возможности делать хорошие иксы хорошую прибыль любой инвестор этому только радуется и собственно мы видим что на первое ноября курс достигал семьдесят восемь центов то есть практически уровня семнадцатого года да вот первого ноября и где-то через неделю еще было седьмого ноября вот но с тех пор начиная с того времени ноябрь декабрь и так далее курс постепенно снижался правда был вот еще откат где-то 15 февраля двадцатого года был такой всплеск и в целом с тех пор мы видим что курс постепенно снижается снижается и уже нет вот таких вот резких скачков и резких колебаний я сейчас переключу на месячный график чтобы можно было посмотреть как менялся курс на протяжении вот последнего месяца и и интересно отметить что в принципе за весь месяц курс практически не изменился вот 1 сентября месяц назад курс был а восемь тысячных доллара то есть это получается восемь восемь десятых одного цента вот и примерно такой же курс сейчас это семь тысячных доллара но за этот месяц как видим был такой и резкое падение практически до исторического минимума 0 0 29 10 тысячных доллара то было вообще исторический минимум для призм но был и такой достаточно неплохой взлет когда а курс достигал вот почти двух центов и в общем то получается что какие-нибудь ушлые ребята которые активно занимаются купли и продажи монет могли например в нижней точке купить по дешевке монеты например за там если ну я округлю 3 3 тысячных доллара за три тысячных доллара купили а потом за это получается 16 16 17 20 центов а 19 центов можно было продать и по сути сделать там 5 6 иксов буквально за одну неделю но как вы знаете рассуждать постфактум всегда легко и просто изображать из себя умника да никто еще из нас не достиг такой степени просветления чтобы однозначно видеть будущее поэтому поэтому инвестору и покупателю монеты приходится ну в каком-то смысле действовать на свой страх и риск то есть принципе за последний месяц можно сказать монета держится стабильно хотя повторю были и периоды резкого спада и резкого подъема разные были времена теперь вернемся вернемся собственно к общему нашему графику и к общим тенденциям сейчас я снова переключу конечно за последний год наверняка вы слышали много призывов и смотрели разных видеороликов где лидеры и энтузиасты криптовалюты призм как раз призывают сообщество и говорят что вот ребята зачем вы роняете кур зачем продаете монету по дешевке вы рубите сук на котором сидите убиваете курицу несущую золотые яйца и так далее но мы не будем забывать что собственно курс любого актива любой монеты это прежде всего баланс спроса и предложения то есть если если спрос превышает предложение то это приводит к росту курса что мы неоднократно наблюдали если же предложение превышает спрос то ну к сожалению курс от этого падает и как вы знаете разные сообщества например рой клуб и другие они даже привлекали блогеров существовала там целая программа по привлечению блогеров с большим количеством подписчиков именно в плане популяризации монеты призм потому что естественно все лидеры и все энтузиасты они правильно говорят чтобы курс рос нужно чтобы именно больше людей пользовалась этой монетой а для этого нужно привлекать больше людей которые еще не знакомы с монетой призм тут я полностью согласен тут даже и спорить по моему глупо другое дело действительно ли те усилия которые были приложены действительно ли они дали ожидаемый результат ну похоже что какие-то временные результаты действительно были мы видели что в какие-то моменты всплески курса возникали но в долгосрочной перспективе к сожалению пока на данный момент мы видим что тенденция скорее отрицательна тем более что в общем то создатели призм вынуждены регулировать эмиссию монеты с помощью пара такса пара такс постоянно увеличивается а соответственно из-за пара такса резко упала доходность то есть доходность уже совсем не такая как была год назад и даже там полгода назад вот и поскольку на рынке существует в общем то немало альтернатив различных других монет которые также добываются по пост майнингу ну вот это приводит к той ситуации какая у нас есть поэтому чтобы подвести резюме что можно сказать возможно возможно ли рост как был раньше ну в принципе возможно как мы видим были периоды падения были периоды роста все возможно но чтобы этот именно чтобы рост состоялся здесь действительно сообщество призм должно проделать ну достаточно большую работу по популяризации монеты по привлечению новых скажем людей которые будут пользоваться монеты кстати наверняка вы даже слышали определенные шпильки или критику в адрес пулов потому что для чего создаются полы ну естественно для максимизации прибыль для максимизации пассивного дохода но многие критики говорят что это неправильно потому что это разрушает как раз концепцию монеты призм потому что вместо того чтобы тысячи людей каждый на своем кошельке эту монету скажем держали и этой монеты пользовались получается в пулах тысячи людей все свои монеты собирают в один пул до доходность естественно от этого выше но это дает приносит определенный ущерб популяризации монеты то есть как бы в этом минус ну здесь трудно сказать что хорошо или что плохо потому что еще не будьте не будем забывать о таком моменте когда у вас монеты работают в пуле доходность там все-таки будет выше чем если у вас монеты будут держаться лежать на собственном кошельке и пар из-за пара такса доходность постоянно снижается то здесь еще есть момент мотивации то есть если у вас монеты будут держать лежать на собственном кошельке и давать минимальную доходность возможно у вас и не будет такого желания там делиться информацией рассказывать кому-то про монету а в пуле где у вас доходность получается повыше поинтереснее то появится больше желания да ну здесь момент такой сами понимаете и за и против свои доводы могут быть в любом случае вот то что мы имеем на данный момент это то что имеем безусловно еще раз повторю что на курс призм можно может повлиять но только если а собственно все сообщество в целом начнет влиять а произойдет ли это будет ли у сообщества и у энтузиастов призм желание этим заниматься учитывая что есть достаточно много альтернатив вот здесь конечно вопрос интересный некоторые блогеры некоторые владельцы призм они открыто говорят а я рад что курс призм сейчас такой низкий потому что вот я как раз покупаю монеты по дешевке и дескать когда монета снова начнет расти я там сделаю хорошую прибыль хорошую иксы ну тут уже как говорится каждый выстраивает собственную стратегию по работе с монетой призм а вы можете поделиться вашим мнением и вашей стратегии если она у вас есть по работе с призм в комментариях напишите что лично вы делаете стараетесь ли вы продать монеты или наоборот купить их по выгодному курсу ну и в будущем конечно я постараюсь также регулярно делать видео на эту тему где мы будем обсуждать текущую ситуацию с монетой призм следите за новостями подписывайтесь на канал нажмите на колокольчик чтобы ничего не пропустить с вами на связи был андрей жариков всего доброго global star club возможности безграничны